Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу, как я делаю корм для перепелов. Будем использовать нашу зернодробилку, которую уже многие видели. Спрашивали меня, как она работает. Работает она вполне нормально. Уже не первый год. Я не скажу, что очень много на ней я дроблю зерна, но для приготовления корма мы берем ячмень. Пшеницу. Овес. Так, у меня здесь все, тоже овес, ячмень, пшеница. И начинаем дробить. Показанные мной зерновые культуры недостаточны для полноценного питания перепелов. Кроме этого, у меня есть дробленая кукуруза. Здесь она не показана, покажу позже, потому что ее дробить не надо. Она стоит уже у клеток перепелов в таких же бочках. Далее я использую еще жмых подсолнечника, он тоже там перемешан с кукурузой. Но и этого недостаточно. Нужны еще белковые корма, рыбная мука, там какая-то мясо костная, какие-то еще там. Сейчас у меня их нет в наличии, буду их докупать и добавлять тоже в пищу. Показываю пока только что есть. Для полноценного питания перепелов, учитывая, что у меня не хватает вот этих указанных рыбокостных, мясокостных этих продуктов, я добавляю немножко им магазинных покупных комбикарнов, чтобы восполнить недостаток в их питании. Кроме того, там еще им нужен песок, мелкая какая-то галька, ракушка для переваривания пищи. Очень рекомендую вот такие синие бочки Евробарабаны. Использую их давно. Использую в первую очередь для браги, в первую очередь яблочной. Ну и сахарную брагу в таких же бочках Евробарабанах ставлю. Покупаю я их бушными, они не новые, но покупаю я, они в идеальном состоянии. Их пропаривают, то есть берешь, она выглядит вообще идеально, как новая. Кроме того, что использую под брагу, как вы видите, я их использую для хранения корма для перепелов. Можно хранить в нем зерновые, все что угодно, хоть сухари для собак, не знаю. Поставил на улице под крышку, закрыл обручем и не боюсь, что промокнет. Это тоже важно, что не промокнет. И важно, что не надо занимать место где-то в сарае, в подвале, что можно оставлять на открытом воздухе, там где они именно нужны. То есть я вот бочку надроблю и поставлю рядом с перепелами. Мне надо их покормить, будет я черпанул оттуда ковшиком, дал перепелам корм. Для того, чтобы зернодробилку установить на бочку, я сделал некоторые усовершенствования. Взял крышку от одной из бочек, прорезал в ней отверстие болгаркой и прикрутил к самой дробилке. Но при этом у меня начиналась вот отсюда из боков вылетать мука, вот эта дробленка. Немного, но вылетала. Дабы устранить эту неприятность, вырезал из фанеры кусок квадратного, вот такой квадратный кусок фанеры и прикрутил, то есть дробилка прикручена сначала к фанере, а потом через фанеру к вот этому, к этой крышке. Чем удобно, что поставил на бочку, дробишь, у тебя ничего не улетает, не надо никаких приспособ дополнительных, на бочке очень крепко держится дробилка. Ну, в общем, сказать больше нечего по этому поводу. Про дробилку еще могу сказать, что в принципе меня все на ней устраивает. Единственное, вы видели, я втыкал сразу в розетку, потому что разбалтывается вот этот вот регулятор оборотов, но его можно подтянуть, просто мне все не досуг. Надо просто снимать эту крышку. У меня так и хранится, я не откручиваю эту фанериную крышку от зернодробилки. У меня зернодробилка так и хранится вместе с этими причиндалами. Когда надо, в любой момент пришел, на бочку накинул, включил и поехал. Сейчас начал дробить, точнее отдробил большую часть, смотрю, пошла дробленка какая-то плохая, то есть очень много не передробленных зерен, а пролетают они целыми. Развернул, ну и увидел. Вот у нас вот этот вот саморез отлетел, выкрутился, и зерно пролетало вот снизу под этой вот, как его назвать, под этим ситом. Я уже говорил производителю еще два года назад, нужно внести изменения сюда обязательно. Нужно вот эти вот саморезы заменить на винты, чтобы с той стороны была приварена гайка, с этой винт, под тот же крестовую, под ту же крестовую отвертку. И еще прикрутил я сюда сам два самореза, чтобы точно уже ничего не пролетало мимо. Вот видите, у нас зерно не раздроблено, очень много прошло мимо дробилки, скажем так. Поэтому сейчас я эту верхнюю часть буду дробить второй раз. Вот какая разница после того, как я заделал щели, через которые зерно проваливалось. Вон, видите, красота. А тут у нас кукуруза, перемешанная со жмыхом подсолнечника. Вот такие бывают крупные, попадаются всякие куски, что, конечно, не очень хорошо. Вот они могут мешать нормально просыпаться зерно в бункерной кормушке. Сейчас дадим покушать ребятам. Кукуруза со жмыхом у нас уже засыпана была. Добавляем туда смесь зерновых. Перемешиваем. Можно просто так поменьше сыпать полковшечка зерновых, полковшечка кукурузы со жмыхом. Вот, птица с удовольствием поглощает такую пищу. Вообще, я слышал, что те же японцы, они вообще кормят 50% отходов рыбного производства рыбой, костьми, рыбой. И 50% рисом. Ну и также очень хорошо птица потребляет кукурузу. Мы добавили сейчас вот кукурузу. А чем хороши эти мои кормушки и поилки, тем, что я работаю 5 дней в неделю на работе, у меня нету возможности заниматься птицей. Но с такими кормушками и поилками мне ничего делать и не надо. Вот я вот загрузил сейчас полную. И все, я оставил на неделю. Они будут сыты. Я не буду переживать, что они у меня тут голодные сидят. Давайте дадим им песок с золой, песчано-зольные ванны им устроим. У нас тут древесная зола, спички с бани и песок перемешаны. Зола нужна для того, чтобы птицы могли бороться с паразитами, которые у них могут быть, скажем так, в пире. Как-то там пиреевые, не помню, как они называются, пиреевые блохи, не знаю. Ну и потребляют они с удовольствием песок вместе с золой. Видите, сколько счастья. Они потом набиваются в эту песочницу, сколько могут, 4-5-6 штук друг у друга на башке и сидят там, спят. Очень нравится им. Давайте взвесим наших птичек, посмотрим, сколько они сейчас весят. Сейчас мы возьмем перепеленку, который самый маленький. И потом самый большой. 82 грамма. Следующий. Так, какой тут покрупнее-то? Ну, может быть, этот. Стой, 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 куда ты бежишь, куда? Остановись. 170 граммов. Вот прикиньте, какая разница. Одни и те же перепела с одной и той же партии. А насколько они отличаются по весу. Перепелам этим получается где-то полтора месяца. Брал я их месяца неделю назад, покупал. Вы видели этот ролик. Вот такой корм у нас получается максимально, скажем так, экологически чистый. Но одновременно с этим могу сказать, что я, в принципе, к комбикормам отношусь вполне нормально. Просто мне была возможность взять зерно недорого. Мне друзья привезли его, не помню, там, по 5 рублей за килограмм. Это недорого. Комбикорма выходит значительно дороже. Но при этом, если вы будете кормить вот только таким зерном кур несушек, то яйца у вас не будет. Кур несушкам надо добавлять обязательно содержащие кальций продукты. Вот кур несушек, может быть, даже стоит просто кормить комбикормами специально для них, чтобы быть уверенным в том, что у вас будет яйцо. Я обычно, ну как обычно, я только второй год занимаюсь перепелами. В прошлом году делал как. Я им давал 50% корма комбикормов для кур несушек и 50% вот этой вот моей самодельной смеси. Результаты были вполне нормальные. Плюс я еще скорлупу собирал, дробил ее и тоже добавлял им в корм. Они ее с удовольствием поедали. Возвращаем кальций обратно в организм. Если вы не будете добавлять кальций для кур несушек, то яйца, даже если будут появляться, они будут появляться редко. И они будут, скажем так, у них будет мягкая скорлупа. Или вообще можете яйцо выйти просто без скорлупы в одной пленке. Вот такие дела.